Практическая психология Согласна с тобой полностью То есть страх это самое древнее, я бы так сказала Эмоции человека, плюс ко всему, она ведь у нас не так просто Существует это самосохранение Но почему тогда так сильно мы переживаем по поводу того, что Вот, например, у ребёнка есть страхи, у взрослого есть страхи Ну, если это так всё естественно Ну, давай мы начнём с того, что, во-первых, есть природа страхов Есть страхи естественные, то есть страхи, которые нас действительно защищают Есть страхи надуманные, взятые, перенятые из фильмов Из каких-то средств массовой информации То есть откуда-то взятые извне, не подтверждённые опытом И навязчивые страхи и состояния Они как раз вот основаны на каком-то опыте И подкреплены ещё опытами многих других людей, которые мы в себя вобрали Грубо говоря, у нас было какое-то переживание, оно нас ранило И мы ещё на это переживание наслоили много очень информации И очень много чужих страхов И заикарили в себе, внутри себя навязчивое состояние Когда страх у нас оберегает нас Ну, грубо говоря, страх – это тот мотив, который нас останавливает Когда нам интересно, как это лететь с крыши девятиэтажного дома То есть здесь включается страх, такой, замри, мы туда не пойдём То есть это естественный механизм, да? А вот страх, например, я сломала ноготь, у меня потекла кровь Точно сейчас начнётся какое-то заражение крови, и я умру То есть это мы уже говорим о том, что это несколько гипертрофированный страх Который может привести к какому-либо расстройству Вот этим эти страхи отличаются И, конечно, страх, грубо говоря, когда Ну, там, мам, я там боюсь ходить по тёмным улицам без фонариков Встретьте меня, там, гаражи и, возможно, какие-то опасные люди Это обусловленный страх Который помогает тебе, да? Который помогает тебе защитить свою жизнь, здоровье Там, не знаю, девичью честь, всё что угодно Вот, а если же страх выдуманный, я боюсь смотреть, как вода спускается там в унитазе или в раковине Или страх пуговиц, вот я тут совсем недавно столкнулась Или страх пуговиц, да, то есть вообще вроде бы что это, да? Вот, а это уже действительно нужно разбираться, откуда он возник Давай вот мы немножко проговорим, да, что механизмы появления вот этих страхов и фобий, да, они очень вообще индивидуальны Конечно И нам не надо отмахиваться от этой истории, если вдруг мы понимаем, что, да, мы чего-то боимся То надо, опять-таки, садиться и разбираться, почему мы этого боимся И ни в коем случае не отмахиваемся от истории с детскими страхами Это тоже весьма и весьма, ну, как бы, такая, я бы сказала, серьёзная тема Очень И когда родители говорят, ну, ладно, все страдали этим в детстве, да, А ребёнка вы этим самым не утешили однозначно И так или иначе мы с вами потом увидим уже у растущей личности отражение этих страхов в теле Естественно, мы их увидим и в теле, и в поведении, и в навыках коммуникативных, как ребёнок строит коммуникацию, или же он её не строит Понимаете, реакция от реагирования страха – это три элементарных простых способа Беги, замри, бей И в зависимости от того, как ваш ребёнок выстраивает коммуникацию, вы можете понять, как он проживает свой страх С помощью того, что он нападает на кого-то из детей, неважно, там, ну, говорят, агрессивный у вас ребёнок Например, ни с того, ни с сего, вот там, перевернул чьи-то учебники Возможно, это вообще не связано с тем ребёнком, чьи учебники пострадали Возможно, это способ ребёнка пережить свой страх Беги Тебе страшно? Ты бежишь, неважно, от кого ты бежишь, куда ты бежишь, ты быстро ходишь Вообще, мы часто сталкиваемся с этой историей, да, потому что это часто распространённая стратегия поведения вообще при любых стрессовых ситуациях Избегание, избегание Изомри, да? Ну, то есть, замри самая болезненная и самая такая долго излечимая история Потому что, когда человек замирает, он вообще не в контакте с собой Он даже не может сказать, что это замирание вызвало, как он себя в этот момент чувствует И он абсолютно не понимает, как бы он хотел, чтобы это разрешилось То есть, это самый такой болезненный терапевтический случай Вот смотри, когда мы понимаем все эти процессы, то получается, что в первом случае бей и беги, тело подключается Да А вот в этом, в третьем случае, замри, тело выключается Тело выключается и, более того, происходит расщепление Я — это отдельно А то, что происходит с моим телом, это отдельно Это настолько страшно то, что происходит с моим телом, что я лучше посмотрю, что происходит с ним со стороны Вот это момент расщепления Кстати, вот тут читала тоже очень интересную статью, что вот когда человек теряет сознание Да, это тоже как раз про категорию замри Это про категорию замри, то есть это на самом деле про две категории Сначала, как бы, я бы хотела убежать, но я настолько скован, что я убегу из сознания Ну, то есть это вот как между, да, я бы сказала, между беги и между замри Но на самом деле это так, нужно же куда-то деться, хотя бы сознание потерять И мы эти истории разбираем очень часто, когда, например, на ребёнка накричали родители Или, например, на ребёнка поднял голос учитель, и мы видим, как ребёнок около, при всём классе теряет сознание Да Значит, и когда говорят, да как я мог напугать? Я всего лишь там поставил два Да, или всего лишь там сказал, ах, ты такой или такая Нехороший, да, и ребёнок не смог справиться вот с этой самой эмоцией, да, которую таким образом он попробовал прожить Хорошо, идём дальше Итак, каким образом в итоге в теле все эти страхи у нас образуются? Ну, во-первых, мы начнём с того, что вот эти вот подростковые плечики на худом тельце, притянутые к ушкам Это как раз и есть желание защититься Спрятаться, втянуть шею Да, втянуть шею, скрутить внутрь плечики, да Вот эта вот подростковая сутулость, это проявление как раз страха, желания закрыться Самое огромное количество страхов, конечно, у нас в глазах Не зря говорят, у страха глаза велики Всё, что мы увидели когда-то в своей жизни, то, что нас напугало, становится Знаете, как вот таким, как стёклышком в калейдоскопе И мы через это стёклышко, через этот фильтр преломления восприятия реальности воспринимаем всё остальное Вот почему я всегда говорю, что мы показываем, смотрим телевизор, мы всё это должны по возрасту ребёнку показывать Потому что иначе психика может просто не справиться с этим Психика может не справиться, и психика может зафиксировать то, что вы, например, увидели в фильме Психика может зафиксировать, то есть ребёнок или подросток может считать эмоцию и зафиксировать в своём теле Хотя с ним ничего такого не происходило А ощущение будет на уровне мозга, как будто бы он прожил эту историю Как будто бы это он сейчас участвовал в этом акте насилия или ещё чего-либо Абсолютно верно А если ещё, например, посмотреть на людей, которым сейчас между 30 и 40 То есть это люди, которые воспитывались на двух категориях фильмов Это бразильские сериалы, то есть как должно быть Красиво Да, и итальянские боевики, ну, например, «Спрут», например Где мир опасен, где несправедлив Где мир опасен, где несправедлив, где, ну, ты рискуешь жизнью, чтобы защитить какую-то правоту, да? И вот там очень много из фильмов на самом деле То есть не факт, что у женщин, которые боятся физического насилия, у них это насилие было Они просто смотрели четыре первых сезона сериала «Спрут» Смотреть было нечего, Микеле Плачеда «Красавец» Все смотрели И неважно, там, у тебя ребёнку тут 6 лет или там 13 А на бессознательном уровне этот страх, он записывается Тем более, когда снято красиво, эмоционально, так вот на пике Эти эмоции невозможно не считать, и они якорятся Слышу тебя Скажи вот такой ещё момент Когда мы, например, понимаем, что Ну, мы сейчас про фильмы, вроде где-то там и то А если вот эти безобразия происходят в семье, и ребёнок это изо дня в день видит Где там папа пришёл выпившим, там, мама неуравновешена, там, да Что-то делает сама с собой, там, ещё какие-то вот эти процессы И ребёнок, вроде бы, он тоже зритель, мы понимаем, да Но, тем не менее, вот эти страхи остаются в его теле Ну, и, конечно же, калечат так или иначе его психику Вот в таких случаях, что мы вообще как бы делаем? Каким образом мы помогаем? Ну, мы вообще начинаем с того, что, да, есть взрослые дети алкоголиков И в эту категорию попадают, в принципе, все взрослые и все дети Которые так или иначе столкнулись с неблагополучием в семье То есть алкоголики возьмём в кавычки То есть там определённая система, как мы можем помогать Ну, во-первых, самое первое, что мы можем дать, это какую-то опору Безопасное пространство, где не нужно защищаться Где не нужно быть ответственным взрослым при том, что тебе там 8 лет И у тебя два неадекватных оральных родителя, да То есть оральных с уровнем психики, там, от нуля до трёх Вот, и где тебе можно проявляться и вообще свои чувства по отношению к ним признавать Всегда происходит подмена У меня бесконечная тревога внутренняя, фоновая, сильнейшая Но папа с мамой, они вообще, они идеальные Они святые Они святые, они очень классные, они такие просто там У них просто сложная жизнь Да, им просто тяжело Дети именно так чаще всего и говорят, что да, конечно, мама с папой У них просто сложная жизнь, и поэтому вот сейчас вот так происходит То есть действительно, то есть что мы можем сделать Ребёнок всегда оправдывает, при этом очень сильно страдает Да, и наша задача как бы выйти из уровня оправдания в уровень проживания эмоций Потому что пока мы оправдываем, мы блокируем тот пласт своих переживаний Которые нам приходится подавить, чтобы справиться со сложной ситуацией Вот смотри, для этого у нас вообще есть целое направление в психологии Слава богу, мы сейчас можем об этом говорить Да, телесно ориентированная психология, которая тоже пробивала прямо своё место под солнцем Ей нужно было доказать, что она вообще является частью психологии Да И сейчас мы понимаем, что активно в эту историю проживания своих эмоций Освобождение от этих эмоций, разрешать чувствовать себя В это идут взрослые Да Работает ли телесно ориентированная психология с детьми? Если мы говорим, что мы трогаем ребёнка, да То здесь нужно работать через систему и всё равно через взрослых То есть, грубо говоря, телесные опоры, какие-то практики телесные Дети делают со своими родителями И оба родителя или хотя бы один находятся в терапии Объясню почему Огромное количество коллег, которые вышли из отрасли детской психологии Кто работал в учреждениях, домах-интернатах, даже простых, даже некоррекционных детских садах Пробовали через телесную терапию работать с трудными малышами С трудными детками даже до 7 лет Поведение выправляется, например, это сад-интернат, да, долговременного пребывания То есть, на пятидневке ребёнок выстраивает адекватное поведение Он наезжает домой к папе с мамой И он приезжает таким, каким его сделали изначально папа с мамой То есть, обнуление моментально происходит Обнуление моментальное, потому что то, что я дам ребёнку чужому как терапевт Это капля, а то, что дают родители, это океан Это всемирный океан, это океан океанов И моё вливание настолько мизерно, что оно тут же нивелируется Это нужно понимать То есть, здесь мы работаем с системой Даже когда мамы, мои клиентки говорят Слушай, вот что-то вот с моим ребёнком, может быть, ты посмотришь Я могу продиагностировать и дать рекомендации маме Что делать телесно, чтобы возник контакт, какой-то катарсис Что-то произошло между мамой и ребёнком Возможно, случилась какая-то близость эмоциональная Я расскажу, что делать Но я считаю, что это бесполезно и неправомерно Если ребёнок совершеннолетний уже Но всё равно, давайте по-честному, 18 лет в наше время Это ещё ребёнок То есть, мы должны это просто понимать Это адекватно так Если уже 18 лет подросшему ребёнку С ним можно работать Потому что в нём уже достаточно сопротивления Семейной системе Услышала Скажи мне, пожалуйста Вот когда мы, опять-таки, возвращаемся к темам страхов Сейчас уже про детей мы всё с тобой проговорили Основная такая часть Давай со взрослыми Итак, с человеком случилась какая-то ситуация Психологическая и физическая насилие И мы с тобой тоже понимаем Что это так или иначе сказывается Не только на его психике, но и на его теле Кто-то говорит, ну, само рассосётся Ничего, ты справишься Понимаешь, да? Но я, опять-таки, не перестаю говорить о том Что у нас есть специалисты С которыми можно и нужно работать Чтобы этот процесс происходил Из лечения, да? Восстановления Не знаю, мне больше нравится это слово Происходило намного продуктивнее и быстрее Как работает в таких случаях телесно-ориентированный метод? Да Ну, я скажу На самом деле, самое первое и самое сложное Что мы делаем, это возвращаем Я всё-таки тут, наверное, не клиента скажу А пациента в тело Когда мы возвращаем пациента в тело За счёт практик заземления За счёт мягких опор Там не нужно никаких сильных усилий То есть просто возвращаем Начинают идти эмоции Идут картинками воспоминания Я не задаю никаких вопросов чаще всего И идёт эмоциональный выплеск И тут неизвестно, что будет Если ситуация произошла в более-менее зрелом возрасте Тогда мы выйдем на агрессию Которую тело замерло и не смогло проявить И там будет и бей, и беги, и кричи И зови на помощь, и всё И психотерапевт всегда не знает на самом деле, что будет То есть, в принципе, для нас это тоже всегда бывает Ну, как бы, да, таким... Сюрпризом Мы никогда не знаем А если, например, состояние было даже Ну, там, лет, может быть, было много А состояние было детским Там будет обида, чувство вины, чувство стыда Ещё вот это вот, что я сама в этом виновата Вот это вот всё Оно тоже будет Но тогда мы проживаем всё вот это И мы всё равно должны выйти на уровень Отреагирования, агрессии На уровень взрослого И эта терапия может длиться долго Может быть, кто-то из клиентов скажет Мне и так нормально, я туда больше не пойду Это выбор клиента Но, по крайней мере, эмоциональный запал Мы снимем И уже, ну, знаете, у меня была такая клиентка Вот, я хочу замуж, но я боюсь мужчин А мы начинаем ниточку вытягивать А там было и домогательство И групповое изнасилование И опыт работы Как бы в определённых сферах Где девочки работают И понятно, что там было много всего И мужчин-то она боится Не потому что она кино посмотрела Вот И когда-то, ну, здесь терапия была быстро Потому что хотелось результата А бывает, да Ну, не то, что замуж, а вообще как-то хотелось Социализироваться как женщина Разрешить себе Разрешить себе Сказать, что со мной всё ок И это я тоже смогу То есть я смогла из того всего выйти Но вот выстроить новое я тоже смогу А кто-то бывает застревает на том Что все виноваты Меня никто не защитил И в этот момент прекращают терапию Это удобно, потому что можно А больше жертвы остаёшься Конечно, конечно Ну, опять же, я говорю, что чем сильнее мотивация Человек в любом случае сам решает Да На каком этапе остановить эту терапию Естественно То есть мы понимаем, что терапия насилия Это не госпитализация Это добровольное явление Это добровольный выбор психотерапевта Специалиста в любом подходе Вот В каком бы подходе вы ни работали Всё равно вы выйдете на телесные блоки Потому что это тема сексуальности Это тема тела Это тема телесного удовольствия Это тема прикосновения Это тема, не знаю, ощущения, осязания, запаха и так далее Поэтому всё равно мы так или иначе Работаем многопланово Всё равно мы к телу придём Вот почему часто бывает так Что приводят ребёнка и говорят Поработайте со страхами А человек, например Хорошо, если ребёнка привели Потому что страхи Это всё-таки психологическая история А вот фобии Мы сейчас тоже с тобой Давай немножко разограничим Фобии Это уже история Иногда бывает Совсем не психологическая Конечно А иногда пограничная такая Мы почему иногда работаем Например, с такими специалистами Как психиатр Конечно Потому что так или иначе Опять-таки тело Оно взаимодействует с психикой И вот здесь часто очень клинические психологи Могут определить как раз эту самую границу Куда нужно дальше идти Немного проговорим про новые такие страхи Страх заболеть, заразиться Страх сейчас, например, даже говорят Вот этой генной инженерии Люди боятся есть продукты Потому что они кажутся им, например, генномодифицированные Страх не социализироваться Потому что некоторые люди уже живут в состоянии 24 на 7 и всё время дома Потому что уже теперь люди так и работают Вот все эти страхи ведь тоже так или иначе Отражаются на телесном уровне Естественно И они отражаются на телесном уровне Естественно Потому что Ну Они социальные И так или иначе Это будет проявляться в нашем теле Но здесь уже Вот понимаете Это больше, как сказать Если мы говорим про фобии Надо смотреть Это органика или неорганика Здесь действительно работа клинического психолога Психиатра и так далее Если это органика Естественно, это будет лечиться препаратами И возможно психотерапией параллельно с препаратами Ну не факт, что она нужна Вот Если же мы говорим о фобиях Которые вот сейчас Ну новые, популярные Связанные с теми переменами Которые мы проживаем в социальной жизни Они тоже будут отражаться Но они будут больше отражаться В защитном механизме Это будет больше в лишнем весе проявляться То есть когда, да То есть когда тебя прессуют Тебе кажется, что единственное, чем ты можешь справиться Это массой навалиться на эти проблемы То есть здесь больше стреляет вес Вес, отечность, почки Всякие ЖКТ, заболевания Ну почему мы сейчас это озвучили с тобой, да, в эфире Потому что, вот смотрите Почему иногда человека с лишним весом Направляют к психологу Потому что часто именно этот специалист Может помочь начинать разматывать Вот этот самый клубочек Абсолютно так Это только маркер, который вот показал Он транслирует Это телеэкран А все остальное Сигналы, да, через которые идет вот эта картинка в телевизор Это все психик А тело это действительно маркер Со скольки лет телесно-ориентированный метод работает сейчас в настоящее время? Ну вообще, на самом деле, метод-то работает хоть с нуля Да, если ты это идешь Вот, например, да, кстати, я хотела сказать Да, вот мне очень нравится тоже ведь телесно-ориентированная история Лаборатория, это вот эти мягкие комнаты, да? Мягкие комнаты, сенсорные, да? Да, сенсорная лаборатория Это все работает Это все часть телесной практики То есть работает оно от нуля Если мы даже говорим о детках, о маленьких Если роды прошли как-то тяжело, странно, там, что-то пошло не так И это прям такая история Беспокоящая маму Беспокоящая маму И, может быть, как-то ребенок пострадал от этого Но он по-любому пострадает, если мама в реанимации месяц валяется Ну уж давайте по-честному Вот, или что-то произошло с лактацией Неважно, да? Но даже в этот момент, от нуля до трех Когда малыш с мамой воссоединяется Возможно, телесно За счет грунтного вскармливания За счет контакта кожа к коже За счет совместных каких-то мероприятий Там, детский массаж, который делает мама малышу А не специалист Через это можно восстановить вот эти вот потерянные структуры Ну, не восстановить, скажем, давайте Декомпенсировать Которые были утрачены в процессе сложных родов И постродового периода Вот, то есть телеска работает всегда Просто эффективно работать Либо внутри семейной системы до 18 лет Либо уже с 18 лет Когда когнитивные способности ребенка подросшего Способны к рефлексии И способны из этой тревоги Вычленить конкретику Отлично Итак, это была программа Практическая психология И сегодня, мне кажется, мы вообще с тобой очень объемно рассказали Раскрыли, да Так вроде раз и все Тему страхи, живущие в теле Да, действительно, любые эмоции Они так или иначе отражаются на нашем прекрасном зеле Поэтому лучше испытывать положительные эмоции Но от отрицательных, конечно, никто не застрахован Конечно Сегодня у нас в гостях Мария Лялина Специалист телесно-ориентированной психологии Димаша, спасибо большое И до новых встреч До новых встреч, спасибо Я думаю, что еще очень много тем, которые мы могли бы легко и просто раскрыть для наших слушателей Да, да Всем любви, счастья и крепкого здоровья Практическая психология